всем привет сегодня у нас 14 марта наконец-то у меня цветущий сад огурцы массово начали цвести уже есть что вам показать так вот все выглядит здесь уже огурчик завязался здесь только бутон распустил включен у меня вентилятор работает сейчас включена досветка так как очень много у нас пасмурных дней солнце то выходит то заходит благодаря досветке процесс идет так вот все выглядит кругом цветы смотрится красиво тем более на улице весна кстати весна у нас такая прогрессивная прямо мощная в огороде уже снег почти сошел ранее получается у нас весна хотя еще будут морозы здесь уже столкнулся с тем что у меня жара как вы можете видеть вот здесь вот у меня находится окно с торца для того чтобы жар выходил но открывать его сейчас опасно огурцы у нас замерзут иначе температура 27 градусов когда солнце светит здесь выходит около 30 35 даже температура и для того чтобы здесь жар этот выходил надо открывать вот эту вот дверку но дверку открывать напомню нельзя так как будут холодные все таки сюда хлынет воздух прямо сразу на огурцы поэтому буду делать крутую самоделку для меня здесь над окном либо здесь сбоку следующем видео покажу вам что я буду делать можете писать комментариях как вы думаете ваши идеи да друзья если кто-то тот кто смотрит не подписался на мой канал подписывайтесь обязательно ставьте лайки также дизлайки если вам не понравилось видео смотрите как все здорово все цветет красота огурцы у меня выправились выглядят нормально сейчас на данный момент не нравятся конечно стебли некоторые стебли тонковатые снизу листик плохой надо будет убрать стебли тонкие так как не вовремя был дан кальций нехватка кальция была из предыдущих видеороликов можете посмотреть есть у меня где была нехватка микроэлеметров был хлороз на листьях также следствие оказалось что была нехватка кальция верхушки были запаренные так так назовем это так называют то есть . ростка у нас остановилась а сейчас как вы можете видеть все огурцы растут здесь уже переросли выше шпалеры надо будет брать за крючок разматывать и спускать вниз на то я сейчас чуть позже сделаю те огурцы еще не плодоносили но все впереди тут цветущий сад шикарно смотрится на камеру не передать а может и передать по крайней мере постараюсь вам передать это такое массовое цветение цветочки то красивые ровненькие замечательно тогда еще хочу вам сказать про плюс вот досветки как вы видите у меня комбинированная досветка какой плюс вот смотрите попадает здесь слева справа от этой лампы от матриц меньше исходит люксов но попадание все равно какое-то есть поверху ну ладно тут основные лампы вот эти все-таки металлогалогенные и лампы натриевые вот здесь слева справа вот так вот выглядят растения уже доросли до шпалеры а смотрим вот здесь у меня досветки нету смотрим сюда что мы видим да вот такой вот результат то есть да начали цвести листва здесь послабже как вы можете видеть и до шпалеры она не доросла еще наши наши кусты не доросли вот а здесь уже растения мощные и все благодаря этой досветки хотя знаете еще недавно скачал программу люксметр на смартфон замерил люксы и у меня скажем так поразили данные у этих ламп сниму отдельный обзор по этому моменту так что вы ждите этот видеоролик сразу сейчас это все и не перескажешь сейчас была цель показать вам на 14 марта как выглядит мой сад тепличный так назовем а то здесь джунгли со всех сторон но все цветет огурчики уже закрываются некоторые завязавшиеся здесь вот завязался огурчик видно где-то огурец побольше видел конечно медленно огурчики у нас вяжутся но посмотрите какое обильное количество здесь уже вот покрупнее огурчик на одном кусте сколько их штук напомню это сорт у нас здесь атаман с левой стороны мамлюк сорт это сорта гибриды f1 много пучков такое у них завязь из пазух будет очень много выбрасываться скоро завязи еще больше то есть сейчас по 3-4 в некоторых выкидывает здесь пока по 2 где-то видел прямо четыре штуки было потом будут вообще а вот четыре штуки даже здесь потом будут совсем капец как много да еще вот покажу вам нехватку кальция было на огурце вот как вы можете видеть два уже после того как мы дали кальций два вот этих две завязи как вы можете видеть два маленьких огурчика зеленца в нормальном состоянии с нормальными вот такими усиками а вот огурчик сейчас мы его уберем от него ничего не будет вот этот вот огурчик вследствие того что не было кальция на огурце ну возможно сбором возможно два элемента были не усвоены то есть огурчик не пошел и вот после того как мы дали питание правильное скажем так уже как вы можете видеть из этих пазухов вышли огурчики абсолютно хорошего качества также и везде на всех вот этих стволах назовем так огурцов на этих деревьях лианах везде такая история была где на самом огурце не хватало кальция где у нас была остановлена точка роста также и остановился в росте огурец грубо говоря этот огурец просто не пойдет в рост я их по удалял достаточное количество уже так как от них толку не будет а сейчас вот вы можете видеть везде здоровые хорошие огурчики идут не хочется фокусироваться внешне лист уже более-менее хороший да не более-менее хороший отличный если бы еще бы и стволы бы набрались мощности по толщине сверху так как обычно это он всегда утолшается снизу немного тоньше идет если смотреть по сравнению со шпагатом на примере шпагата вы можете видеть толщину скажем так этого ствола но сейчас я напомню что я эти буду растения вниз спускать и когда у нас растения будут на достаточно скажем на достаточно расстояние опущены вниз потом я буду присыпать землей когда я землей присыплю там появятся на даже вот на этих которые тонкие стволы появятся дополнительные корни и растения будут питаться ну по крайней мере теоретически это так постараюсь это воплотить в реалии блин прям вообще смотрится просто шикарно красиво прям как в теплице как будто цветы насажены какие-то когда так массово огурец цветет смотрится очень хорошо и все кругом зелено так еще температуру хотел показать на земле у нас 27 градусов сейчас еще это вентилятор то что вот этот вентилятор у меня крутится он прогоняет воздух по верху там заворачивается воздух и возвращается по низу уже теплый воздух сверху так почва которая не в этом не в ведрах 23 2 градуса сейчас почва у меня трубами теплого пола не отапливается 23 градуса это уже достаточная температура корневая система шикарная почти везде такая красивая шикарная корневая система ну ствол конечно со временем еще начинает утолшаться ему нужно время и он будет становиться с каждым днем все толще и толще вот корневая система тоже просто шикарная каждом огурца уже корень вышел уже подсохла почву в ведре буду поливать сегодня так вот все выглядит здесь вот подсохла здесь вот огурчик снизу можно убирать он во-первых замедляет рост верхних огурцов которые находятся выше вот уже как вы можете видеть на этом стволе вот огурчик который завязался у нас красавчик растет но ствол напомню тонковат все таки я уже в этом имею опыт скажем так ствол все таки тонковат и он все этот огурец у нас все эти все эти наши огурчики зеленцы не прокормит какие-то огурцы будут все таки отпадать надо будет их убирать чтобы не пошло загнивание это все надо контролировать вовремя если зеленцы которые не пошли в рост вы не будете убирать они начнут сохнуть через какое-то время на них появится либо белая плесень либо серая гниль в общем два этих патогена скажем так которые вызываются вот именно вот на таких появляются на таких засохших огурчиков и потом это все будет передаваться другим то есть надо вовремя все убирать сухие листья убирайте вовремя также убирайте зеленцы которые не пошли в рост либо которые просто не завязались и такое бывает по каким-то причинам либо просто начали скажем так им не хватило питания и они просто отмирают их надо убирать вовремя обязательно потому что на них появится плесень так как в теплице влажно это ускоряет этот процесс ну все друзья вот показал вам такую красоту показал сейчас в каком стадии находится развитие этого огурца все подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и дизлайки хотел вам сегодня показать еще как выглядят на данный момент у меня огород насколько быстро тает снег вот смотрите еще в начале теплицы все воды нет здесь уже грунт растаял вода просто вот какая если и стекает но сейчас уже не стекает везде начало все впитываться здесь уже никакой лужи не образуется все никаких с этим проблем нет здесь смотрите как мало осталось снега и то здесь снег просто откидывался отсюда со входа поэтому здесь глыба такая и здесь имеется кессон у меня уже растаял так это все выглядит сверху пеноплекс зиму отстояло надо дальше думать теперь как его будут все таки защищать на следующую зиму что тут еще можно сделать сейчас на данный момент вам покажу вот такая у меня крышка здесь сверху все это открывается здесь еще стоит такой люк вот так вот крышка утеплена тридцатку температуру спокойно держала и никаких проблем ничего не промерзает все внутри утеплено в дальнейшем покажу я вам этот кессон сейчас хотел показать еще верхней теплицы обалдеть просто погода как говорил уже каждый год обычно отсюда так как у меня пленка выгорает обычная дешманская была некачественная скажем так без светостабилизаторов даже на полгода не хватает зимой у меня сюда снег нападывает смотрите уже вот так вот у меня в ведрах клубника была посажена так же вот здесь просто сама клубника сейчас находится один ряд уже вытаил просто обалдеть снега практически нету даже непривычно сейчас обойду теплицу здесь посмотрю вот здесь в ведрах посмотрим как здесь перезимовала ягода в ведрах я так в прошлые годы уже оставлял ягоду но грунт был не такой качественный сейчас там грунт очень качественный воздушный такой сделан здесь вот так вот выглядит теплица с торца теплицы тоже уже снег сошел снега осталось совсем чуть-чуть сантиметров наверное двадцать и с каждым днем он тает так вот у меня выглядит ягода с этой стороны грядочки сделаны посажена мне кажется довольно таки часто тем более здесь у меня сидит сорт сенсация садил поздно пересаживал все это дело осенью у нас не юг не знаю насколько это все прижилось но по крайней мере старался делал грунт делал хороший здесь стоит у нас антикрот скажем так смешно звучит потому что это не помогает здесь у меня посажена Елизавета 2 и тоже уже как вы можете видеть также у меня рассаживала это все осенью уже и серединка то пойдет здесь уже лис в общем оживает совсем ягода а у нас еще середины марта даже нету будет триндец цветонос вот есть спрятался ну по крайней мере это все надо будет еще чистить но я думаю если такая погода будет она и цветоносы повыкидывает а цветоносы у нас в любом случае замерзнут потому что еще серединный марта как сказал нету еще будут и холода еще и снег будут по любому здесь у меня виноград посажен вообще короче виноградом заниматься не умею опыта нету здесь у меня он укрыт под укрывной материал где-то так здесь кирпичом просто закрыто где-то здесь находится чтобы не замерз и здесь еще под снегом у меня тоже в этом месте идет еще одна грядка сорта сенсации и с левой стороны здесь да вот эти вот баночки хотел сказать антикрот так называемый до смешного кроты бегают пофиг им на этот бряк и еще у меня вертушок стоял скажем так который тоже дает вибрацию вот в этом месте он находился в прошлом году так у меня до смешного кроты изрыли прямо под ним у них были там ходы чуть ли не дом видимо наоборот что ли балдели под эту вибрацию не знаю до смешного короче говоря так что эти вертушки все не помогают а помогают способы так называемые ловли это банкой покажу тоже как-нибудь мусор мусор везде уже валяется как обычно весной все надо убирать ставил вот такие дуги также опыта нету у меня дугами буду экспериментировать так что наблюдайте и может вам мой опыт пригодится по крайней мере если бы я смотрел бы такие видео мне бы точно бы пригодилось в свое время но здесь мне кажется расстояние более-менее где-то 30 на 30 между ягодами а вот у сенсации там все-таки расстояние поменьше получилось так садил вечерами уже с фонариком темнота была да и просто места у меня не было основная причина у меня тут нет места на огород у меня всего где-то задействовано 6 соток это очень мало считаю тут что еще баня стоит занимает место и здесь у меня уже вытаила еще сорта азия посажена ягоду я еще сорта азии не пробовал она нынче должна будет выкидывать свои бутоны здесь тоже вот в таком состоянии только только вот этой ягоде второй год а здесь этой ягоде один год получается этот уже второй самые маточные кусты скажем так были здесь также Елизавета под этими ну Елизаветы косяк какой серой гнилью она очень сильно поражается но плодоносит она как сумасшедшая ягода у меня была качественная крупная ее было много но еще какой большой минус на улице у нас в том году напали прямо нашествие было белокрылки с белокрылкой очень сложно бороться тем более когда ягода уже есть по ягоде же не будешь обрабатывать сильными какими-то средствами боролся всякими народными средствами которые нифига уже не помогают прямо там смесь болтушку делают дегтя и нашатырного спирта со всем вместе но не по самой ягоде самой ягоди если делать такое есть не будешь так все выглядит так что ребята давайте подписывайтесь кто еще не подписался ставьте лайки дизлайки всем удачи пока